Вас приветствует Алена Арес. Три неожиданные встречи, совершенно случайных, которые повлияют на вашу судьбу. Итак, смотрим. Первая встреча. Что это за встреча будет и с кем? Мужчина будет проявлять инициативу. Мужчина светленький, рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный, скорее всего, девочки, младше вас, может быть, сын, внук, может быть, родственник, не только, то есть любой, в общем-то, мужчина, и этот мужчина будет проявлять инициативу. То есть вот это первая встреча. Для чего? Может быть, хочет вам отдать долг, может быть, хочет помочь вам финансово, а вот, может быть, хочет заплатить за какие-то ваши услуги, за какую-то работу, вполне возможно. А вот, может быть, просто перечислить вам денег. А вот, ну, в общем, получается, встреча случайная, но она связана с деньгами. Да, может быть, мужчина хочет вам помочь, к примеру, с работой, или даже, может быть, в бизнесе, может быть, скажет, да, вот, я там знаю то-то, 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 да, а вот, или там есть хорошее место работы, где хорошо платят. Тоже вполне возможно. Смотрим, вторая встреча. Так, вторая встреча, девочки. Мужчина чёрненький, чёрные волосы, тёмные глаза, серьёзный, практичный, деловой. Мужчина, который, у которого, к которому у вас есть какие-то чувства, или, может быть, новое знакомство, но мужчина вам сразу понравится. Вот, мужчина страстный, но, смотрите, во-первых, он ровесник или помладше вас, ну, может быть, вы уже узнали мужчину, да, может быть, как коллега по работе, также какой-то знакомый, точно так же и родственник. А вот, но дело в том, что, смотрите, мужчина, скорее всего, будет говорить одно, а думать другое. Вот, потому что я тут вижу с его стороны страсть, с вашей стороны чувства. Вот, и вроде как он будет, скорее всего, показывать, что он настроен серьёзно, да, на самом деле серьёзных намерений у этого мужчины нет. Вот, у кого-то вот этот чёрненький мужчина, девочки вполне может проиграться в сфере работы, карьеры, бизнеса или финансов. То есть, может быть, какое-то предложение как раз в сфере работы, карьеры, бизнеса, финансов. Имейте в виду, что если от чёрненького мужчины будет какое-то предложение, может быть, чёрненькая женщина у кого-то даже проиграться. А вот, предложение как раз в сфере работы, карьеры, бизнеса и особенно финансов, будьте внимательны, потому что за этим предложением стоит какой-то обман. То есть, здесь вам предупреждение. И тогда, конечно, изменится ваша жизнь, вы можете потерять деньги. Устроившись, скажем, на работу, на которой не платят, или там есть такие работы, где много штрафов, например, и, в общем-то, на штрафы уходит вся зарплата, зачем вам такая работа нужна, месяц работать и в итоге не получить именно заработанные деньги. Имейте это в виду. Поэтому вот тут будьте очень внимательны. Именно в ближайший месяц, скорее всего, будет это предложение. Точнее, могу сказать, только на личной консультации. Вот такая будет случайная встреча, но здесь встреча может быть как в реальности, так и по телефону или на просторах интернета. А вот так что имейте в виду, что все предложения нужно проверять. В общем-то, прежде чем давать согласие и проверять очень внимательно. Ну и теперь давайте посмотрим третья встреча. Встреча. Какая же будет третья встреча? Случайная. С кем, зачем, когда, зачем и почему. Так, третья встреча. А третья встреча вообще с женщиной. Вот. Ну здесь женщина черненькая, в общем-то, да. Но здесь женщина постарше, а там помладше. Да, иметь, ну, как бы разница в чем. Вот. И либо женщина приедет, либо вы с этой женщиной случайно встретитесь. Да, тут сразу встреча и с женщиной, и с мужчиной. Случайно встретитесь где-то в поездке. Мужчина и женщина, а не муж и жена. Имейте это в виду. Вот. Я думаю, что, несмотря на то, что это как бы одна встреча, возможно, просто поездка одна, но встреча там будет и с женщиной, и с мужчиной. Поэтому я рассмотрю женщину. Вот по поводу женщины, вы хотели ее встретить, так скажем. Поездка не обязательно дальняя. Вы можете поехать там, я не знаю, на другой конец города. А вот. Мечтали о встрече с этой женщиной. То есть, может быть, в прямом смысле мечтали о встрече с этой женщиной. А вот. И случайно ее встретите. Ну, не знаю, может быть, какая-то знакомая, подруга или родственница. А вот. А может быть, случайно встретите женщину, которая предложит вам то, о чем вы мечтали. Например, хорошо оплачиваемую работу. Или новое направление в бизнесе. Ну, в общем, хочу сказать, что благодаря какому-то предложению от этой женщины, ваша финансовая ситуация станет лучше где-то через пару месяцев. Если, конечно, вы ее предложение примете. Но в любом случае, девочки, любые предложения все равно нужно проверять. То есть, это прям, это нужно всегда. Сто процентов. А вот. Здесь предложение не конкретно по финансам, а, скорее всего, предложение по работе, карьере, бизнесу. А вот. И предложение выгодное, которое, да, приведет к тому, что улучшится ваша финансовая ситуация. Теперь посмотрим мужчину. Так. Мужчину тоже случайная встреча, но мужчина к нам с чувствами. Мужчина крупного телосложения, рост выше среднего, такой сильный, статный. Темный, темно-русый оттенок волос. Глаза тоже не светлые. То есть, может быть, любой оттенок, но глаза не светлые. Да, бывают такие прям светлые глаза. А вот. И мужчина, хочу сказать, может быть, это ваш мужчина, с которым вы в паре, да, какие-то радостные новости от него. Радостные новости либо о том, что он покупает недвижимость для вашего совместного проживания, вот, либо предложение о совместном проживании или даже, может быть, о браке. Вот такая, в общем-то, будет третья встреча. Вот. Ну, еще, девочки, вот вытащила карту, очень мне хотелось. Какой-то поклонник у вас еще появится. Вот. Все крутится вот тут в пределах двух месяцев. А вот. Что-то быстрее, что-то медленнее. А вот. То есть, вот эти три встречи. Ну, поклонник тоже какой-то будет. Будет еще какой-то мужчина помладше вас, который будет проявлять к вам интерес. Вот такие три встречи, которые реально повлияют на вашу как личную жизнь, так и на финансовую. Хотите знать подробнее или что будет дальше, записывайтесь на личную консультацию. По этому номеру телефона пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram. С вами была Алена Ариас. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Счастья, радости, удачи, удовольствия, изобилия, богатства, благополучия. Пока-пока. До новых встреч в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова